призан его это не просто призан 200 уровней это не только доступ к 116 шахтам и 30 боссом клановые войны ивенты по выходным динамичное развитие на режим ежедневно заходят тысячи игроков призан его это нечто большее так вы все еще не знакомы всем привет я спрайт обрезки короче по центре разобрался я посмотрел много видосов посмотрел этот и всю инстаграм не не инстаграм или куда где он стримил они они в инстаграме он стримил короче по поводу мэлстроя и того что он чексу убил я уже окончательно сформировал свое мнение причем не вчера задонатил челик вот и я не успел его осудить и значит рассказываю пацаны что смыл строем кто в курсе вообще кто кто в курсе в одну мне кажется уже все если соболев снял видео значит уже типа все в курсе короче рассказываю вам свою историю я однажды прихожу к игоря и мне игорь аура говорит слушай а ты вообще типа смотришь стримы мэл строя и горю типа чё за хуйня он грит а это тот говнарь которого мы обсирали за то что он постоянно в рекомендациях высвечивается короче я под сил мы начали сидеть смотреть на резки кратко описываю сидит мэл строй перед вебкой а сзади у него не как у меня стена а сзади гигантская квартира и там все пьют бухают иногда дерутся иногда дерутся за деньги дуют короче веселящий газ в шариках москве продают и типа ты покупаешь шарик и выдыхаешь его там что-то и он отупеваешь и веселеешь что-то вроде того вот ну короче они там какой-то трешняк вообще творят мне понравилось только как он выгоняет людей он вот так вот сидит да по рации звонит с ним кто-то сидит стримит да и если ему не понравилось кто с ним стримит он по рации звонит приходит охрана и выносят людей вот это смешно было но мы начали типа смотреть порофлили местами вот и дело в том что я не очень был удивлен он обычно ну вот кто смотрел уже мил строя он обычно срывается он может сорваться на баб он может их короче и потягать вот прямо чтобы он головой бил об стол такого прям не было вот но он блин толкал тёлок он их материл там типа ну неудивительно то что произошло вот ну и потом я такой сижу и отдыхаю постримил выхожу к сонечке сонечка говорит сейчас мил строй сядет тюрьму я типа чё за хуйня блять мне соня показывает нарезку как он вот эту вот чексу он ее короче вот так вот держит а потом начинает бить головой об стол и потом она там что-то начинает реветь а потом уже записи с ее инстаграма то что нет там типа рот кровавый вызывают как их медиков вызывают снимают вот это как и побои вызывают ментов и все такое вот ну и в принципе я смотрю на это и думаю блин я это уже видел ну вот у меня такое чувство сложилось то что я ничего нового не увидел я говорю соня так это сколько этой записи она говорит так типа сегодня это произошло я такой смысле сегодня произошло а я у меня такое чувство что я видел уже это все потому что я уже смотрел его нарезки, он примерно себя так всегда и ведет. Вот. Ну и потом начались разборки и все такое. Я посмотрел много всяких видосов. Ну и что я могу сказать? Вот мне вчера донат закинули. Я с одной стороны чуть-чуть согласен, но с другой стороны не согласен. Я объясняю. Мне вчера донат закинули, типа как ты относишься к этой ситуации? И сам в донате говорит, сама виновата, что туда пришла. Блять, кто бы туда не пришел, куда бы ты не пошел. Блять, ты имеешь право каждый раз не быть отпиженным. Это права человека не быть отпиженным. Какой бы молстрой не был бы пьяный, какой бы он не был бы неуравновешенный, да, и все равно это не оправдание никогда. Нельзя бить людей. Он мог по рации ее выгнать, он ее мог обматерить, он ее мог толкнуть, ну типа головой бить, он и до этого типа это делал. И это делает там не он один и сбивает людей на стримах, да. Вот. Но дело в том, что дошла до этого. Никто не имел. Хоть потом, потом начали, я посмотрел его стрим, да. Вот. И я чуть-чуть ему начал сопереживать, потому что если бы у меня такая же ситуация произошла, ну я бы не бил, но я бы выгонял бы по-любому. Дело в том, что он начал описывать, из-за чего он это сделал. Он говорит, она начала типа на моем стриме, моим зрителям рассказывать, что наркотики это круто, и советовать какие-то определенные наркотики. Если бы у меня такая хуйня произошла, да, если бы любая там чекса, Соня бы, или хоть кто-то подошел бы и начал бы моим зрителям рассказывать то, что наркотики это охуенная тема, я бы, ну, я как минимум бы точно бы, я бы выгнал бы, обматерил бы этого человека. Но, опять же, бить ты, ну, ни в коем случае, блять, нельзя. Помните, я вам показывал беременную в 16, то, что его чекса ударила, и я вам говорил то, что смотрите, он даже не замахнулся в ответ. Он, ну, он как стоял, так и стоял. У него в мозгу нету возможности вообще ударить женщину. А у Молстроя есть в мозгу возможность ударить женщину, начинать ее херачить головой. Хоть она пришла туда, хоть она была под наркотиками, да, скорее всего, она знала, куда шла, и то, что там будет этот вонючий, как его, ну, что там вообще происходит. Типа, она, скорее всего, смотрела стримы. Может быть, она сама начала лезть в камеру, я тоже это видел. Она начала там, она сама подсела, начала его разводить на какие-то тупорылейшие разговоры. Я чуть не сдох от кринджа, послушайте, что она несет. Это просто пиздец. Я хотел умереть от кринджа, блять. Но все имеют право не быть отпизженными. Пиздить людей нельзя, ну, типа, ни в коем случае. Что бы, в каком бы она поведении не была, но это все равно, что, типа, сказать, о, ты вышел на улицу, и тебя там отпиздили гопники. Сам виноват, что вышел на улицу. Ебать, с какого хуя? Ты гопник виноват. Всегда виноват тот, который, типа, начал бить людей. Не надо, хоть она, ее потом нашли, ей начали говорить, что, типа, еба, она была под наркотой. Может быть, она вроде говорила, может быть, что она под наркотой, может, не говорила. Хер знает. Она была под наркотой, сама подсела. Потом, в чем еще ее там обвиняют? В том, что она где-то была на сайте каких-то проституток, и все такое. Да, она может быть конченая тварь. Но бить человека, типа, это ну, это совсем другая вещь. Это, ну, просто нельзя бить людей, и все. Почему почему у нас некоторые люди думают, что, типа, да, отпиздили, значит, все правильно. Если она употребляла наркотики, пусть ее нахуй посадят за наркотики. Если она была проституткой, пусть ее посадят нахуй за то, что она была проституткой. Почему, ну, с каких пор, типа, избиение человека, ну, вообще приемлемо в 2020 веке, ёпты. Пуп, ты согласна нахуй? Насчет чего? Насчет того, что пиздить ее нельзя было, эту чексу. Ну, да, и сама устра говорит, что зря только он ее отпиздил. Да, согласна. Ну, ну, что было. Ее надо было выгнать, может быть, обматерить. Как всех остальных, кого он там угонял. Не, пацаны, он там с телками пиздец, я вам ору. Он берет, чисто нажимает какую-то кнопочку на рации, прибегает, блять, этот охранник гигантский, вот так вот выкидывает этих телок, там, ну, как бы нормальная тема. Но, ну, вот так вот бить головой. Я что-то вообще ни хрена не понял. Он говорит у себя на стриме, что этот, как его, что у нее не слетели брекеты, а она потом в инстаграме уже без брекетов. Но он говорит, что медики освидетельствовали то, что брекеты на месте были. Он на стриме говорил. Не знаю, кому верить, да, если честно. Пацаны, мы, короче, когда мы, помните, я, сколько, две недели назад я у Игоря был, или когда? Когда мы у Игоря ночевали, на меня его кошка нападала. Тогда, в тот день, стримил Мелстрой. Там был что-то Виджилинг, еще какой-то толстый полное ТВ там, или как он там был. Они там что-то, Виджилинг обоссался, прям на стриме обоссался. У него моча течет. Он берет вот так вот, вытирает эту мочу, начинает по лицу Сонечке размазать, ну, этому толстому Грише, начинает что-то размазывать. Я думаю, ну, по идее, это весело. Ну, в принципе, слушай, вот ты обычный парень, да, работяга. Ты пришел домой, пиво жрешь, и такой, ааа, прикол, там тоже, типа. И ты чувствуешь, обычно, реакции люди смотрят, потому что, ну, мозг определяет то, что ты, как бы, смотришь со своим другом. Вот. И когда человек сидит, выпивает, и там на экране тусич происходит, и там тоже выпивают, у человека реакция то, что он, как будто, ну, на тусе тоже на какой-то флексит. Вот. Это, как бы, ну, может быть, нормально. Сами стримы невозможно смотреть, если честно, они такие скучные. Нарезки, может быть, там были смешные. Но, ну, 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 это пиздос. Типа, все равно, типа, бить людей. Если, я, я, может быть, еще и то, не до конца, но он, короче, платил кому-то деньги, они дрались. Он так вот водочку поворачивал. Он сидит, а они дерутся там, типа, на заднем плане. Да, да, да. Вот. Но, с одной стороны, это они сами решили, да, они там вначале выставляли ценники, за сколько он будет, за сколько они будут драться. Да. Они сами решили, у них есть какие-то свои правила. Вот. А тут чекса подсела, он ее отхуярил, ну, типа, ну, так. Он сказал, что повел себе дешевую провокацию. Может быть, она его провоцировала, может быть, она под наркотиками была, ну, в любом случае. Кирюша, что-то у крошки, ой, у обострюки что-то с лапкой. Ты наступила на мою уточку. Ай, Кирюша, Кирюша. Ай, Кирюша. Блядь, не смей наступать на мою уточку, блядь. Она на тебя наступила, да, своей ногой потной, в любом случае. Фу, прости. Что с лапкой там у крыски? Не знаю, пап, что-то у крыски смотришь. Сейчас что-то будем рассматривать лапку крыски, пацаны. Да у него забанили там что-то, у него там два каких-то коняла забанили. Я все это вчера обрабатывал, всю эту информацию. Я даже посмотрел мнение, мнение интересных блогеров. Всем привет, я Спрайт. Обрезки. Спрэй-брюшки. Я Спрайт. Обрезки. Понял, Спрэй-брюшки? Всем привет, я Спрайт. Обрезки. Спрэй-брюшки. Я Спрайт. Обрезки. Понял, Спрэй-брюшки? Я Спрайт. Обрезки. Субтитры сделал DimaTorzok